Так, Макс, ты чего такой счастливый? Не ты ли съел мою конфетку в гримёрке? Нет, Юля, мне поднимает настроение другое. Это что же? Каждое утро я начинаю с того, что зажигаю благоводную палочку и включаю какие-нибудь медитативные мантры. Сажусь и проверяю свой список дел на день и просто гармония сразу наступает. Ну, слушай, мне настроение поднимает, не знаю, какая-нибудь сладость с утра. Ну, Юля, это вообще какая-то далеко не здоровая и неправильная привычка. Лучше спортом заниматься. Доброе утро, губерния! Сегодня в студии чересчур правильный Максим Полагнюк и сладкоежка Юлия Севера. Сегодня в нашей студии будем внедрять хорошие привычки. Ладно, ладно, а пока начнем с привычки рассказывать о том, что же ждет нас в эфире. Живопись и поэзия объединились на одной площадке. Видеоэкскурсия по выставке «Графомания». Как сформировать правильные пищевые привычки, подскажет консультант по питанию. Авторская технология работы с гипсом, как создаются декоративные фигуры, расскажет Таня Пецнам в своем сюжете. А еще в гостях активные мамы, которые раскроют способы балансирования между родительством и собственными потребностями. Кстати, ты бы не хотела внедрить какую-нибудь хорошую привычку? Хотела бы. Начать с того, что спать 8 часов в сутки, а то не высыпаюсь. Слушай, хорошая цель. А пока узнаем у зрителей, какую привычку они бы хотели внести в свою жизнь. Давай. Каждый день за зарядкой заниматься утром. Не могу, к сожалению, пока лениво, хочется побольше поспать, но вот зарядка, да, не хватает этого. Наверное, по утрам заниматься зарядкой. Хоть и спортсменка, но все равно привычки такой нет. Терпение. Планировать выходные заранее. Обычно это хаотично как-то происходит, да. Не пропускать зарядку утром. Пунктуальность. Ходить побольше. Пешком, да? Да, да. Потому что сидячий образ жизни с работой связан. Раньше вставать и раньше ложиться. Вставать рано утром. Любите поспать? Ну, да. Не самое лучшее раннее утром. Смотреть губернию по утрам. Ничего, у меня уже много привычек и все хорошие. И все они меня удовлетворяют. В день хороших привычек мы не могли пригласить нашего постоянного гостя в студию. Это Ольга Интрепская. Консультант по питанию. Доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте, вы всегда питались правильно? Если нет, то, собственно говоря, как и сколько у вас занял переход? Формировалась привычка. Правильное питание. Это хороший вопрос о том, что сколько формировалась привычка, потому что тенденция последних лет, ну, сейчас мы находимся в какой-то такой хорошей эволюционной питательной тенденции, да, что, в общем-то, народ начал склоняться к тому, что невозможно за раз быстро в сию секунду поменять привычку. Поэтому, да, это правда, это формирование, это время, это, в общем-то, волевые процессы. Вы знаете, я начала заниматься питанием, пищевыми привычками где-то 15 лет назад. Вот, и у меня как у живого, нормального, здорового психически человека были и спады, и подъемы, и откаты, и чувство вины, и эйфории. В общем-то, я делаю здесь, наверное, знаете, такой важный акцент. Первое, не бороться с этим, да, не бороться, не стремиться запихать всего слона целиком, что, опять же, психика очень часто хочет сделать. Но, опять же, здесь, сейчас, быстро и все, да, делить слона пополам или хотя бы на какие-то там кусочки и потихоньку-потихоньку со временем это как бы интегрировать, ассимилировать. И второй момент, в общем-то, это навык. Я считаю, что это навык тренируемый. Как бы банально это ни звучало, это некое позитивное настроение. То есть человек, ему свойственно, конечно, зафиксироваться на каких-то негативных вещах, да. Вот за негатив человек всегда начинает там жевать, не знаю, мусолить, да, опять же, винить. А позитивный аспект почему-то остается в таком дефиците. Хотя любая психическая конструкция нуждается в поддержке, нуждается вот в такой хорошей питательной среде, как поддержка, позитив, да, чтобы вот эти ростки опыта прорастали на хорошую точку. То есть хвалить даже за незначительные улучшения в своем пищевом поведении. Обязательно. Даже незначительные, да. Это очень долгий такой процесс, да, когда будет не получаться, будет тенденция сваливаться. Особенно если структура личности такая, знаете, я называю, мазохистическая, да, которым свойственно скорее терпеть, виниться, стыдиться, возможно, да, и как-то уничижать собственные улучшения. Вот этим товарищам прям рекомендация, может быть, даже вести какой-то пищевой дневник, именно даже психологический пищевой дневник, что я сегодня, например, вот сделала маленький шаг, маленькое там вложение в себя и восхвалять это до больших там размеров, да, нежели наоборот фиксироваться на негативе. Поэтому вот мои 15 лет, они, в общем-то, и сейчас, как горка, да, где-то я себе позволяю что-то, где-то не позволяю. Но мне помогает, в общем-то, заниматься пищевым поведением не с точки зрения, не только с точки зрения физиологии, но с точки зрения психологии, потому что вопрос потребности, зачем мне это нужно и что мне это дает, наверное, самый главный вопрос для того, чтобы заниматься вообще. Ладно, да. 15 лет, это вы как бы этим вопросом занимаетесь, да? Да. Но перешли на более-менее... Когда через 50% перевалило здоровое питание? Через сколько лет? Через 3 года? Через 5? Ну, вы знаете... Гораздо больше стало правильным, когда? У меня была тенденция, как раз же это вот было вот 15 лет назад, когда начинались все эти марафоны, движухи на тему прям вот собери волю в кулак и ешь только речку, ешь только грудку, да. Вот сейчас, я говорю, это очень питательная эволюция, когда вот идет перелом, и дай бог этому, этой эволюции, в общем-то, двигаться дальше на тему бережности и аккуратности к себе, люди начали понимать, волей, ограничениями, контролем не получается, да, не снизить вес, не перейти в привычные какие-то новые, да, формы поведения. Бережность и аккуратность, ну, в общем, залог. У меня начиналось все с классики, да, это жесткое ограничение, но я, знаете, опиралась на что? Я поняла, что мой конек – это азарт. Это азарт и интерес. То есть тоже могу как бы… Поспорили с кем-то? Нет, азарт – собственный интерес. То есть это настолько вкусно было просто делать, да, и после того, как я там в нескольких марафонов участвовала, да, девочки вот они как бежали и бежали, да, а у меня возникали вопросы. Вопросы к тому, а как это происходит? А как это на биохимическом уровне? А как это на психологическом уровне? То есть вы начали углубляться в проблему? Я начала глубже копать, да. И тогда уже как-то пришло сколько? Год-два? Пятьдесят процентов, да, я запомню ваш вопрос. Ну, наверное, все-таки где-то месяцев через девять у меня привычка перешла в такое из количества в качество. То есть когда делаешь, 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 то есть это не пресловутые двадцать один день. Девять месяцев, между прочим. Можно до года округлить. Да, можно до года округлить. Не ругайте себя в любом случае, если вы уже начинаете какие-то шаги. Не двадцать один день, а триста шестьдесят пять. Да, да, двадцать один день тоже имеет место быть. Есть еще одна отличная привычка. У меня, кстати, как у байкера, она всегда срабатывает. Перед выходом на улицу я смотрю прогноз погоды. Дождь или нет? Пожалуйста, смотрите тоже. В среду в Самарской области по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс пятнадцать, плюс двадцать два. Ночью плюс восемь, плюс тринадцать. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью пять-десять метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс пятнадцать, плюс двадцать два. На востоке и юге плюс восемнадцать, плюс двадцать. В Самаре облачно, местами пройдет небольшой дождь. Днем плюс семнадцать, плюс девятнадцать. Ночью тринадцать, шестнадцать градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54,77%. Как избежать вредных пищевых привычек и внедрить хорошие, правильные, нам рассказывает Ольга Нетребская, консультант по питанию. Ну и, собственно говоря, все начать. Да, ну мы уже выяснили, что взять с понедельника, завязать совсем... Не работает. Не работает, и вообще даже неправильно. В долгосрочную не работает точно. Так, как же тогда правильно начинать? Ну вот я уже говорила о том, что разрезать, распилить слона на кусочки. И вообще, честно говоря, я бы начинала все-таки с головы. Не с того, что как я там буду пить, какие себе цели ставить, какую себе мотивацию рисовать, доминанту суперкрутую. Все-таки с потребности. То есть почитать, чем будет хорошо? Почитать себя. А, себя. Почитать себя. Вы знаете, очень многие люди даже не могут ответить на вопрос, зачем они это делают. Как правило, звучит череда очень социально принятых версий о том, почему я хочу перейти на эти привычки, почему я хочу похудеть, почему я хочу отказаться от того или иного. Даже не могут раскрутить, в общем-то, до глубины, зачем это надо. И всегда за тем, чтобы сменить одну потребность на другую, нужно как-то посмотреть, а какую потребность он хочет сменить. Очень часто, например, эмоциональное переедание, это как вид пищевого нарушения. Эмоциональное переедание. Человек, в принципе, начинает работать как бы с пищевой привычкой. Есть полезные продукты, отказываться от сахара и так далее и тому подобное. Нивелируя процесс того, что в основе эмоционального переедания всегда сидит тревога, бешеная тревога, эмоциональная неудовлетворенность. Человек не работает с этой причиной, он пытается на нее наложить. Это как, знаете, на плохую почву посеять какую-то полезность. Что-то прорастает, но очень криво. И так или иначе эмоциональное переедание, оно будет побеждать. Поэтому вот эта потребность, зачем мне это, вот она должна быть, знаете, настолько честной. Потому что все эти красивые фигуры, здоровое сердце, ну, как-то вот оно так вот плохо работает. Честно себе признаваться? Для чего? Зачем? Что я поменяю? И что я в связи с этим буду чувствовать? Если я буду это менять, вот, честно говоря, если прям признаться себе наверняка, там будет очень много тревоги на тему, что я меняю пищевое поведение. Вот. Первый совет – найти какую-то одну маленькую идею о том, что я хочу изменить. Ну, например, пить воду с утра. Хотя, вы знаете, пить воду с утра уже сейчас как вот чистить зубы. Это об этом, мне кажется, уже лет 20 говорят. Мне кажется, ну, многие из нас уже пьют воду. Ну, хорошо, не пьете вы воду, но я не знаю, добавляйте овощей зеленых 50%. А вот, не знаю, с точки зрения психологии, нутрициологии, что легче, действительно, внедрить хорошую привычку, опять же, да, вот есть больше овощей, либо все-таки запретить себе это, не знаю, не есть сладкое? Вот, может быть... Однозначно первый вариант – внедрить полезную привычку, такую полезную, да, хорошую, чем, ну, как бы сказать, себя ограничивать. Я, по-моему, на ваших передачах уже говорила об этом, что любое ограничение – это стресс. Стресс – это кортизол. Кортизол утилизируется инсулином, инсулин – это сладкая глюкоза. То есть можно как-то обманут себя сказать, да, я не ем сладкое, зато тебе можно съесть огурец. Как-то так, что ли? Я думаю, что можно, знаете, сделать еще легче. Хитрость такая. Я ем и сладкое, и огурец для начала. Для начала хотя бы, знаете, пусть будет огурец. А сладкое потом уже потихонечку само может отвалиться, если найдется потребность, проработается тревога, и делаться это будет с бережностью, любовью к себе в первую очередь. Золотые слова. Да. Ольга, огромное спасибо. Надеюсь, кого-то смотивировали мы. Да, услышали вы главное. Да. Разбираться в себе и становиться на правильный путь. Кстати, еще одна классная привычка – это дарить цветы без повода. У тебя это получается. Да. Домашняя фиалка – это вечно зеленый многолетний, который очень популярен среди любителей цветов. В поперечнике цветки достигают 20-40 мм. Они собраны в кистевидные соцветия и могут быть простыми пятилистковыми либо махровыми каемчатыми. Кофрированными либо звездообразными. На сегодняшний день зарегистрировано более 32 тысяч сортов домашней фиалки. Цветет она практически круглогодично. Нуждается в ярком свете, причем он должен быть рассеянным. Для фиалки подойдет окно северо-восточной, северной и северо-западной ориентации. Продолжительность цветового дня – 13-14 часов. Фиалке необходима температура от 18 до 24 градусов, а в зимние месяцы не холоднее 15 градусов. Полив проводят систематически пару раз в неделю. При этом в 10 дней кустик рекомендуется поливать методом нижнего полива. Для фиалок очень популярен метод – ставить растения на фитиль. Фиалки классные. И хоть почти не пахнут, зато очень приятные на ощупь такие. Прям махристые, воздушные, мягкие. Правильные привычки лучше всего запоминаются в рифмах. Да, например, правильное питание привлекает внимание. Вау! Рубрика «Рифмотека». Хорошая привычка улыбаться. Всегда стараться быть на позитиве. Мы каждый день способны затеряться в проблемном нашем суетливом мире. Хорошая привычка быть влюбленным. Распахивать объятия без стеснения. И в сердце в уголочках потаенных. Хранить тепло, а не комок сомнений. Хорошая привычка быть счастливым. Не ждать, когда придут, а я счастливы. Труднее всех приходится ленивым. Они причин для радости не видят. И вновь доброе утро. Мы сегодня говорим про хорошие привычки. Но все идет родом из детства. И как раз в то время необходимо внедрять хорошие привычки в нашу жизнь. Как это сделать, нам подскажут наши гости. У нас создатели, администраторы, участники сообщества для мам. И так представляют всех поименно. Ксения Туманова, Екатерина Журавлева и Евгения Семеновых. Семеновых, правильно. Все верно назвала. Рассказывайте, пожалуйста, что же за сообщество такое? Как так появилось оно у вас? У нас сообщество для мам. Называется «Мама в теме». Оно для любых мам, которые придерживаются принципов естественного материнства. И я думаю, логичный будет вопрос сразу. Что же такое естественное материнство? Да, особенно. Это материнство, которое основано на определенных принципах. Первое и самое главное – это властная забота и ведущая роль. То есть мы всегда понимаем, что в взаимоотношениях с ребенком родитель является ведущим, а ребенок является ведомым. И властная забота – это по определению Петрановской Людмилы, прекрасного психолога из «Тайной опоры» – это цитата, книжка, что это доминирование, которое признано не угнетать, а защищать и помогать развивать. Это звучит как-то, как правило, сраживающим. Доминирование, да. Глазная опора, доминирование. Ну вот как раз-таки, да, суть в том, что это не для того, чтобы доминировать и угнетать, а именно для того, чтобы помогать ребенку, защищать его, и чтобы ребенок всегда чувствовал во взрослом опору и ведущего. Так. И есть ли в таком подходе место для детской шалости, для детской игры и так далее? Конечно, да. Я думаю, вы это прекрасно видите. А также есть определенные принципы ухода, то есть это длительное грудное с харом, либо несовместный сон и так далее. Вот не буду углубляться, такая отдельная тема. То есть все, кто в вашем клубе, они придерживаются человеческого направления? Да, либо придерживаются, либо оно им как минимум близко, и что-то какие-то аспекты откликаются. И вообще целью является сообщество, это популяризация как раз-таки принципов вот этого адекватного, скажем так, материнства и решения проблемы социальной изоляции молодых мам. Потому что молодые мамы, когда они только родили, они остаются на один на один в четырех стенах с ребенком. Многие там не видели до этого вообще младенцев, и у них всегда возникает много вопросов, на которые не всегда может ответить медицина. Медицина, она все-таки больше за лечение, а вот именно за уход, а многих ответов там нет. И опять-таки жизнь с рождением ребенка не заканчивается, а только начинается. Хочется общаться, так или иначе. Наверное, для этого изначально, ну я так предполагаю, было создано сообщество, чтобы как-то обмениваться опытом, обменяться проблемами даже и вместе их решать. Да, то есть сообщество будет уже четыре года. В этом году больше там 400 у нас участниц. Очень активный чат, то есть мамы всегда общаются, всегда можно найти поддержку. Многие у нас есть кейсы, когда девочки подружились, начали очень активно общаться. И вот эта вот проблема социальной изоляции, она, ну, прям хорошо решается. То есть у нас есть различные встречи, оффлайн-встречи, есть онлайн-встречи, где девочки могут пообщаться, где-то там, может быть, выговориться, где-то, может быть, да. Поплакаться, что уж выговорить. Так, ну, вы четыре года с этим сообществом, правильно? Потому что вы создатель. Я создатель, да, четыре года назад. Екатерина, Евгения, как вы попали в сообщество, расскажите. Ну, я самая, скажем так, молодая в плане материнства. В естественном материнстве я с рождения дочери, еще когда я была временная, я искала, естественно, информацию, что же делать с младенцем, как быть. Прежде всего, я изучала нормы ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. У них очень много исследований классных по грудному вскармливанию, по вообще развитию детей. И, естественно, социальные сети мне начали подбрасывать всевозможные материалы по этой теме, по теме детей. И как-то мне все время казалось, что что-то не то. Но не должно быть с ребенком сложно. Не должны быть вот эти танцы с бубнами, со сном, с вскармливанием. Как-то это же все должно быть легко, естественно и просто. И вот так мне социальные сети подкинули аккаунты приверженцев естественного материнства. Я начала смотреть. Я поняла, что все то, о чем они говорят, это, собственно, не противоречит нормам Всемирной организации здравоохранения. И там действительно все легко и просто. То есть все уже за нас придумала природа. Просто слушай себя, слушай свою интуицию, подключай логику и с младенцем, и с ребенком. У него не будет сложно. Историю Екатерины я предлагаю послушать чуть позже. Познакомились с замечательной самарскими мамами. Пора познакомиться с самарскими актерами. Да. Проект, в котором мы знакомимся с самарскими знаменитостями и становимся к ним чуточку поближе. Ну что, приступим? Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Антон Черенков. Я актер самарского академического театра драмы имени Горького. Антон, познакомимся поближе? С удовольствием, Виолетта. Прекрасно. Пожалуйста, поделитесь с нами тремя фактами о себе. Первое. Холост. Детей нет. И у меня был период в жизни, когда я работал в трех театрах одновременно. И вообще в трех театрах я работал в Самаре. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтал стать прокурором. Ух ты! Да. Очень интересная история. В детстве я смотрел сериал, который идет до сих пор. У меня, представляете, даже в какой-то день рождения, может, там мне было 7-8, мне отец купил корочки, подписал какому-то там прокурору, помощнику прокурора. Короче, я типа дал мне, ну типа просто, чтобы как-то поддержать мою мечту, что-то такое, я не знаю, короче. А как же так вышло-то, что все-таки актер? Лет в 14 или 15 я смотрел какой-то фильм, я не помню, и мне понравилось кино. Потом я думаю, так, а что нужно для этого делать? Нужно пойти учиться. Куда? Что для этого нужно сдавать? Какие экзамены? Так, а учат же там, ну в институтах учат как бы основам театральной. То есть как бы в институте нету именно такого направления на кино. Даже и в Самаре, и в Москве в основном как бы идет подготовка к театру. И по мере того уже моего обучения, мои ориентиры тоже переместились, как-то я стал, естественно, больше уже интересоваться и театром, и театральными актерами, и театрами, и вообще вот этой страной уже. То есть не кино там, да, хотя это тоже как мечта, как бы она была, есть. Первый год я работал в небольшом театре «Камерная сцена», вот, и как бы со второго года своей творческой деятельности профессиональной я вот работаю здесь. Это мой второй сезон здесь в театре. А чем запомнилась первая роль? Роль подпоручика Ромашова в спектакле «Поединок» по повести Куприна. Вот, меня вводили экстренно. Там было буквально две недели, чуть больше, две с половиной, чтобы вестись. Мы оставались вот с режиссером, когда все уже уходили, мы оставались там поздним вечером репетировать вместе. И сроки поджимали. И я человек, который только вышел с института, привык работать долго над материалом, там, разминать как-то его, еще что-то такое. А здесь нужно было очень быстро подготовиться. Это, конечно, был стресс. Было очень страшно, волнительно. Не забыть текст, не забыть там какие-то мизансцены, еще что-то. Там были какие-то перестановки. То есть действительно было прям, ну, очень, ну, адреналин такой был реально. Но все случилось хорошо, и сейчас уже вспоминаешь это с теплотой какой-то, с благодарностью, что это было, потому что это был классный, действительно опыт. Верите ли вы в приметы театральные, суеверный ли вы человек? Скорее нет, чем, да? Но у нас в театре проходит экскурсия, которая называется «Игра в театр». Вот я веду эти экскурсии. А я веду программу «Игра в театр». Вот. И там в один момент я рассказываю про театральные приметы как раз. Первое – это если упадет текст роли на пол, то на него нужно что сделать? Сесть, конечно. Мне говорят, например, на крайней экскурсии сказали, что-то встать, наступить, плюнуть. Я говорю, как плюнуть, если это Гоголь, там, Пушкин, ну, ну, что вы будете плевать, что они говорят, ну, как же высадить? Ну, в общем, зрители разные бывают. Это первая примета. Вторая, я говорю о том, что если тебя уже несколько раз позвали по трансляции, по громкой связи на сцену, на твою уже время спектакля, а тебя еще нет, то жди подзатыльника от помощника режиссера за опоздание на сцену. Ну, это ваша личная примета. Это да, вот, театральная наша личная. И третья, конечно же, это вот ручки. Это когда состав исполнительных спектаклей буквально за 3-5 минут до начала, за закрытым занавесом, перед спектаклем собирается, кладут друг другу ручки на ручки и говорят какую-то фразу. Обычно это раз-два-три с Богом, но она в каждом спектакле может быть своя. В эти приметы вы все-таки верите? Ну, в эти, если по поводу подзатыльника, вот особенно верю, да. Вот это вот прям особенно верю я. Хорошо, перейдем к Блицу. Проснуться пораньше или попозже? Попозже, конечно. Чай или кофе? Кофе. Машина или велосипед? Машина. Картина или фотография? Фотография. Какая ваша любимая книга? Пусть будет «Идиот Достоевского», потому что я играл главную роль в учебном театре в СГИКе в «Князе Мышкиной». Как-то это произведение так со мной тоже запало в душу. Любимое блюдо? Любимое блюдо? Сырники. И пельмени. Любимый цвет? Любимый цвет? Белый. Белый? Белый, пусть будет белый. Сегодня такой, сегодня такой. Хорошо, договорились. Любимое место в Самаре? Назову абстрактное, назову просто «Волга», потому что вот где бы ты ни был, если ты рядом с Волгой, мне как-то везде комфортно, мне нравится. Антон, ваше пожелание зрителям? Хочется пожелать зрителям, да и вообще людям быть добрее, быть внимательнее друг к другу. Более ценно относиться к друг другу, беречь то, что есть, и, наверное, действительно, как-то обращать внимание на те мелочи, на которые ты в ежедневной суете не обращаешь внимание. и ценить то, что у тебя есть, ценить близких, говорить им то, как ты их любишь, потому что, действительно, казалось бы, это мелочи, но это действительно очень важно для нас сейчас, в наше время. Что ж, мы напоминаем, что у нас молодые активные мамы в гостях, и говорим мы про естественное материнство, да, и принципы... Екатерина, рассказывайте вашу историю, ваш опыт. Да, я переехала в Самару совсем недавно. Буквально из Нижневартовска, с севера. Родня! Просто! Буквально три года назад, и прям сразу познакомилась с одной девочкой изначально, которая придерживается вот такого же подхода. Я не знаю, это, наверное, была судьба просто. И она меня привела в этот чат, где я нашла, собственно, приехала в Самару, никого здесь не знаю, и я достаточно быстро, благодаря вот такому сообществу, нашла друзей. Да, самарские люди мы такие, мы любим дружить, объединились, я уже вижу, как самарская. Да, 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 да. Мы сюда уже... Мамочку еще нашла. Да, то есть, так как очень, ну, достаточно большое сообщество, в разных районах есть девочки, да, мамы, и, собственно, сразу быстренько уже нашла, с кем можно общаться и дружить. И за три года достаточно много у меня появилось здесь друзей, знакомых, с которыми мы находим общий язык. То есть, ну, не со всеми мамами можно найти общий язык, когда у тебя... Что разные взгляды, возможно, да, на жизнь, интересные. И иногда бывает сложно. А здесь прям очень все легко и классно у меня получилось. Вот это вот естественное материнство, когда прям какая-то панацея что-то получается. И все прям так легко, сразу никаких трудностей, никаких сложностей или как, под подводной кармой. Или просто закрываете глаза и думаешь, ну, ладно, пусть будет так. Вот как-то... Ну, смотрите, у нас в обществе же есть стереотип, что новорожденные у нас что? Готовьтесь к бессонным ночам. Ночам. Крики, колики, зубы обязательно, это что? Катастрофа, это температура... Молодая мама равно не выспаться. Да, да, да. То есть это сразу же говорят беременной женщине, о, выспись заранее. А естественное материнство, столб естественного материнства, я бы так сказала, это грудное вскармливание и совместный сон с ребенком. Соответственно, грудное вскармливание решает, ну, мне кажется, 99% проблем новорожденного. Что за проблему новорожденного? Мы не берем проблемы здоровья, мы сейчас говорим, о здоровом младенце. Это сон, он хочет спать, он хочет есть, он хочет... К маме. И он хочет справить свои физиологичные нужды. Физиологические, да. Все, сон, еда, питье, мамины ручки решает грудное вскармливание. То есть новорожденный у нас практически 24 часа в сутки находится у мамы на руках, находится у мамы на груди, он спит, он ест... До какого возраста? Я так понимаю, то, что детки уже взрослые у вас, то есть, естественное материнство, это на всю жизнь? Или все-таки, там, до года, до двух, как вот... Ну, материнство же, оно на всю жизнь. Я это понимаю, но я имею в виду, то, что когда уже появляются ограничения, то, что ребенок, он уже самостоятельно единица, он не только не всегда самостоятельно единица самого начала. Конечно. Просто, как мы всегда говорим, ребенок тоже человек, не нужно об этом забывать. То есть мы его родили, и у него с самого начала уже есть свои потребности, тоже человек. И мама, она не то, что слилась с ним воедино, нет, естественное материнство... То есть мама тоже должна отдыхать, так или иначе, она тоже должна как-то отделяться. Конечно. То есть, говорят о потребности обоих сторон. Не с трехмесячного ребенка, конечно. А после шести месяцев мама уже может уходить в отлучки. То есть до шести месяцев мы не разделяем уход от ребенка от матери. Мне как папе очень нравится такая политика. Ну я, конечно, я думаю, что папа придерживается такого. Да, ребенок находится у мамы. Большое вам спасибо за то, что все вещества. Это не значит, что папа не... Ну конечно, нет, нет, конечно. А папа мы позовем в следующую программу, как говорится. Спасибо вам огромное, хорошего дня и замечательное настроение. Да. Ну что ж, а мы совсем скоро вернемся в нашу студию после небольших паузов не переключается. И снова доброе летнее утро, губерния. В студии целеустремленные ведущие Юлия Север и Максим Плагнюк. И мы продолжаем изучать полезные привычки. Так, ну и какой ежедневный ритуал ты бы хотел внедрить в свою жизнь? Обнимашки. Обнимашки? Да, между прочим, психологи вывели формулу, что людям нужно обниматься минимум 4 раза в день для выживания. 8, чтобы сохранить жизнь и 12, чтобы расти и развиваться. Ну, какая-то странная шкала, если честно, но мне кажется, в этом есть зерно. Объятия, потому что создают ощущение удовлетворения и счастья и снижают уровень стресса. Ну, получается, очень хорошая привычка. Еще одна хорошая привычка это пить стакан воды перед едой. Я вот с ней активно дружу. Я тоже. Да, и всем советую. А вот, к примеру, с утренней пробежкой никак мне не получается сдружиться и даже метод 21 день не помог. Кстати говоря, это заблуждение. На самом деле, представление о том, что привычка формируется в 21 день является ошибочной. Данные анализы показали, что для того, чтобы выработать спортивную привычку, недостаточно трех недель. И у многих людей это занимает месяцы. Так что у тебя есть шанс еще. Ну, получается, есть. Главное определиться с целью, а здесь помогут наши телезрители. Каждый день зарядкой заниматься утром. Не могу, к сожалению, пока лениво, хочется побольше поспать, но вот зарядка, да. Хватает этого. Наверное, по утрам заниматься зарядкой. Хочется спортсменка, но все равно привычки такой нет. Терпение. Планировать выходные заранее. Обычно это хаотично как-то происходит, да. Не пропускать зарядку утром. По актуальности. Ходить побольше. Пешком, да? Да, да. Потому что сидячий образ жизни с работой связан. Раньше вставать. Вот, вот, да. Вставать рано утром. Любите поспать? Ну, да. Не самое лучшее. Ранее утром. Смотреть губернию по утрам. Ничего. У меня уже много привычек и все хорошие. И все они меня удовлетворяют. И вновь доброе утро. Мы сегодня продолжаем говорить про хорошие привычки и хорошая привычка внедрить спорт в свою жизнь. Я считаю, мне кажется, это самое-самое, что хотят сделать многие телезрители. Как это сделать? Наталья Грачева нам расскажет. Онлайн-фитнес-тренер. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну, вот мы тут немножечко спорили уже. 21 день – это достаточно для того, чтобы внедрить спортивную привычку в жизнь? Потому что есть такое мнение, что за 21 день можно научиться... Чему-то. Чему-то, да. Бороть день. Ну, и да, и нет. Это зависит все от индивидуальных ваших способностей и от того, насколько сложна эта для вас привычка. Вот, поэтому в среднем, наверное, на это уходит, ну, где-то порядка двух месяцев. Но выработать какой-то навык, то есть который будет еще не выработан до автоматизма, но уже будет, допустим, привычен вашему телу, это возможно. Так. Онлайн-тренировки. Я так понимаю, что сейчас популярность набирает, такой вид спорта. Легче или тяжелее вот онлайн? Может, достичь результата. Заставить себя, да. Мне кажется, дома же вообще неохота даже там с дивана вставать. И спортзал хотя бы как-то тебя мотивирует. Ты пришел, надо заниматься. Да. А с другой стороны не надо никуда ехать. Ну вот, пожалуйста, коврик расстелил и уже начинай. Вот, в общем, передо мной два человека, которые как раз нам показывают два вида людей, которым нравится либо ходить в спортзал, либо которым нравится тренироваться дома. Тренировки и там, и там, одинаково эффективны. Если вы занимаетесь тренером, либо самостоятельно знаете технику выполнения, вы можете заниматься и дома, и в зале. Ну а какие фишечки может быть есть, чтобы как-то себя действительно замотивировать заниматься дома? Не знаю, там, спортивную одежду одевать, к примеру, надевать, да? Ну, конечно. Конечно, красивая одежда. Мы, даже если мы тренируемся дома, мы тренируемся всегда в спортивной одежде. Красивый коврик, может быть, бутылочка, если вам она необходима. И здесь все то же самое, как и при походе в спортзал. Мне вот еще нравится, что в спортзале большие зеркала. И ты видишь, как ты занимаешься. Технику выполнения даже. А вот если дома большого зеркала нет, уже как-то и куда смотреться на себя. Поэтому, возможно, это тоже как мотивация. Но вот я вижу минус в онлайн-занятиях в том, что тренер не может дойти к своему ученику и там вот так прям потравить. Да, вот прям вот сюда. Да, вот и не то. Как эти проблемы решаются? Ну, с этим мы справляемся словами. Мы же умеем говорить. И поэтому, когда человек что-то делает не совсем по технике, это все подробно, максимально объясняется. Куда ставим ручку, куда поворачиваем плечико, что мы делаем, в какой последовательности. И по большому счету не возникает никаких проблем. Единственное, это только в самом начале, когда человек учится понимать, что говорят, как, куда ставить. А дальше все очень просто и уже даже ставят все сами. А я еще знаю, что работают образы. Я вот недавно занималась по онлайн-тренировке. И, собственно, говорят, да. И там говорят, не просто поставьте ноги, а поставьте ноги и погрузите их, как будто бы в песок. И ты действительно понимаешь, что они как-то у тебя более так плотно прижаты к земле, к полу, точнее. Вот. Тоже, да, работают какие-то образы? Да, да, конечно. Это тоже работают. Образы, какое-то описание, допустим, того, что когда мы упираемся руками в пол, мы представляем, что мы давим на него и от него отталкиваемся. То есть здесь сразу все понимают, что выпрямляются у нас плечики, вытягивается голова. И, естественно, вот эта постановка, она становится понятной. Ну что ж, наше онлайн-занятие по фитнесу продолжено после небольшой паузы. Пока что прервемся на рукоделие. С гипсом работают многие. Смешивают состав и разливают по готовым молдам. Анастасия Немова пошла чуть дальше. Придумала авторскую форму. Сначала сделала фигурку из пластилина, затем из силикона. Получилась идеальная модель, которой нет больше ни у кого. Некоторые формы, они просто взялись из ниоткуда. Решила соединить, думаю, так нравится. Мне там, как лиса выглядит, она милая. Думаю, так соединю. Думаю, для чайной свечи нет подставок, надо соединить. И вот как-то пришло вот так само. Есть еще подставка для телефона. Напоминает бассейн, в котором плавает котик. Шерсть и надувной круг всегда разного цвета. Расписывает фигурки Анастасия всегда вручную. Акриловыми красками в несколько слоев, чтобы оттенок получился как можно ярче. Шлифовать надо заранее. В идеале, когда гипс еще не до конца высох. После того, как достаю из формы, я шлифую. Можно шлифовать по мокрому, можно шлифовать, когда он уже высохнет. Он, получается, в районе трех суток где-то сохнет. Поэтому проще отшлифовать его на влажный гипс. Важно заливать гипс в форму постепенно, чтобы он проник во все полости. Ведь если потом обнаружатся недостатки, их будет очень сложно доработать. Гипс специально, с примесями, чтобы при ударе пол он не разбивался, не крошился. Поэтому там спецификаторы специально добавлены. Чтобы гипс был еще прочнее, Анастасия покрывает его лаком. Так изделия становятся глянцевыми, визуально похожими на керамику. Татьяна Пецина, Константин Макаревич, программа «Утро. Губернии». Продолжаем перебарывать лень с нашим гостем на студии Наталья Грачева онлайн-фитнес-тренер. Много ли сейчас вообще людей предпочитают заниматься онлайн? Интересно. Я бы сказала, наверное, процентов 30. Те, кто хотят заниматься спортом, они уже онлайн, да? Переходят в онлайн. Ну да, но по крайней мере вокруг меня этого очень много. Так, сегодня мы говорим, да, внедряем хорошие привычки. Какие можно привычки, ну, вот такие вот бытовые внедрить, чтобы как-то поддержать свою фигуру, не знаю, может, там сгубнуть где-то. Ну, вот, к примеру, я знаю, отказаться от лифта, подниматься по лестнице. Это первое. Это увеличение физической нагрузки, либо ее добавление просто в свою жизнь. Да, естественно, самое первое, что я бы рекомендовала, это, конечно же, заниматься спортом, хотя бы делать зарядку, много ходить, очень стараться проводить время на свежем воздухе и вообще в какой-то двигательной активности. Вот это, наверное, первое, что бы я порекомендовала. Из такого простого еще, ну, наверное, следить за питанием, но не сводить с ума себя этим. То есть просто следить за тем, чтобы оно было сбалансировано. Следить за тем, чтобы мы кушали обязательно хотя бы два раза в день. Ну, это минимум. Потому что бывают многие, кто говорят, что «Ой, ну я сегодня там не поела». Ну как? Надо есть. Это же невозможно. Где организм будет брать энергию для того, чтобы двигаться? Еще про воду обязательно хочу сказать, что привычка следить за тем, сколько ты пьешь воды в день, это очень важная привычка. И не только для того, чтобы похудеть. Это очень важная привычка вообще для того, чтобы жить счастливо и быть здоровым. Есть определенные минимальные нормы, которые можно, каждый может посмотреть в зависимости от веса и следить за этим очень хорошо поможет. Еще я бы посоветовала обязательно каждое утро смотреть на себя в зеркало и находить как минимум три вещи, которые вам в себе очень нравятся. Так. Вот это положительное подкрепление себя и вот эта вот поддержка, она всегда способствует и похудению, и счастливой жизни, и здоровью. И это увеличивает мотивацию в разы. Здорово. Интересно. Очень полезно советую. Что ж, Наталья, огромное спасибо. Надеюсь, что наши зрители тоже возьмутся за себя наконец-то. Да, Леня ушла от нас, привычки хорошие внедрили, поэтому благодаря вам. Наталья, спасибо еще раз. Что ж, у Марина Баркова уже сформирована одна привычка. Она всегда посещает выставки. Недавно посетила еще одну. Сейчас расскажет, о чем она. Заниматься живописью Ирина Лукьянова хотела всю свою взрослую жизнь. В детстве она бросила художественную школу и долго мечтала закрыть этот гештальт. Будучи главным редактором газеты «Волжская коммуна», Ирина Анатольевна пришла учиться в студию большого самарского мастера Сергея Беляева. На выставке в Самарском доме журналиста представлены натюрморты и пейзажи за последние шесть лет. Было понимание того, что необходимо какая-то гармонизация жизни, потому что процесс творчества это такая вещь во многом медитативная, ты совершенно отключаешься от всего остального мира, когда ты погружаешься в это. А так совершенно случайно я просто пришла по сертификату на мастер-класс, не ожидала. Пришла и поняла, что все, я отсюда не уйду. Удивлена была, насколько хорошо написаны ее картины, потому что впервые открыла эту грань ее таланта браво Ирина Анатольевна. Действующий редактор издания «Свежая газета культура» на открытии выставки порадовала коллег еще одним непроявленным видом творчества – поэзией и прозой. То, что филолог по образованию на протяжении всей своей 30-летней журналистской карьеры писала в стол, наконец обрело форму книги. Держу в руках этот небольшой сборник, в который вложено столько любви, и я думаю, вот само название «Всем спасибо» у любви или у любви много прекрасных лиц. Как раз, наверное, хотела этим названием показать, что она любит все, к чему прикасается. Если это журналистика, она это любит и делает профессионально. Если это картины, она их пишет с душой и с любовью. Если это стихи, в них тоже любовь. Марина Баркова, Владимир Терентьев, программа «Утро губернии». Что ж, наша программа подходит к концу. Желаем всем отличного солнечного дня и хорошего настроения. Сегодня с вами знакомились с полезными привычками ведущие Юлия Север. И Максим Полагнюк. До встречи. Всего самого хорошего. Пока. Так, Макс, ну что, я решилась. Отказываюсь от сладкого и занимаюсь спортом. Ты встала на правильный путь, Юль. Да, но начну завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова